А в дни Светлой Седмицы пасхальное богослужение прошло в храме святого Дмитрия Донского на источнике Прощенный Колодец. Подробнее об этом уголке Тульской области расскажет наши коллеги. В субботу в Светлой Пасхальной Седмице в храме в честь святого князя Дмитрия Донского на источнике Прощенный Колодец игумен Агафангел совершил божественную литургию в сослужении братьев Свято-Успенского мужской обители Новомосковска. По завершении богослужения духовенство прихожане и благочестивые паломники, оказавшиеся в светлые пасхальные дни в этом живописном уголке Тульского края, совершили крестный ход от храма в честь Дмитрия Донского к часовне в честь Спаса Нерукотворного. Воскресенье привлекало и сохранялось в наших душах и в наших сердцах всем вместе. Радость бывает, конечно, разная у людей, но качество радости духовной в том, что ей хочется поделиться. Вот и сейчас мы на этом месте, таком вот святом, ну пусть и отдаленном, все равно собираемся в этот святой день, чтобы прославить Господа Воскресшего и всех нас, знакомых и незнакомых, сегодня поздравить с Великим Воскресением Христовым. Монастырское подворье на Святом Источнике создавалось стараниями преснопамятного архимандрита Лавра, поддержавшего в 1992 году инициативу президента Международного фонда славянской письменности и культуры, скульптора Вячеслава Клыкова, предложившего установить над животворящей купелью часовню. После Куликовского сражения сюда приходил благоверный великий князь Дмитрий Донской вместе со своими воинами омывать раны. И еще такое более древнее предание есть о том, что здесь под источником хранится его серебряная кольчуга благоверного князя. Сама территория Прощенного колодца современный вид приобрела уже в наше время на рубеже 20-21 века. Сначала была построена Спасская часовня белокаменная, затем оборудована купель над самим источником. И уже в последние годы был построен храм в честь благоверного князя великого Дмитрия Донского и супруги его, Ефросиния Московской. Первую литургию и освящение этого храма совершил преснопамятный архимандрит Лавр 1 октября 2017 года. О благодати, которую дарует святая вода, исцеляющая тело и душу, известно давно. Погружаясь с головой в животворящие воды, нужно лишь всецело довериться Богу, чтобы выйти из купель обновленным и открытыми духовными очами увидеть и осознать, что каждый человек является причастником божественной природы. Субтитры создавал DimaTorzok